Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 мая. Сегодня я решила подойти к огурцам, к своим, которые я высаживала. Я вот снимала, есть видео, и они у меня так как перегноя наложила я очень много. Видите, перегной очень засорен вот этими семенами сорняков. Я подошла немного выщипать сорняки и хочу поговорить с вами на тему Вот как узнать, здоров ли ваш огурец? Вот видите, вот огурец, у него уже завязи, все, он цепляется за все, что ему попадается под руку. Я еще их на веревочке не прицепила. Сейчас расскажу почему. Почему? Потому что у нас стоит нестабильная погода, сейчас еще холодно, и возможно мне придется еще сверху их укрывать полиэтиленом, а когда они прицеплены, уже привязаны к веревочкам, это сделать проблематично. Они пока у меня в лежачем состоянии, вот они тянутся во все стороны, они и цветут, и завязи у них есть, но пока они вот в таком, в полуфабрикате. Когда у меня была рассада огурцов, я вам показывала и говорила, что листья как бы вот такими желтыми штрихами по краям у меня покрылись, и это считается вроде как недостаток калия. Видите, вот старый лист, с которым я высаживала. Но я сказала, что до высадки на постоянное место я никогда ничем их не подкармливаю, потому что возможно, когда их высадишь вот в грунт, который постоянно будут они, все эти изъяны, они уйдут. Еще раз повторю, что лист это индикатор здоровья огурца. И вот высадила я вот с этим листом, вот этот был и вот этот. Это вот старые листья, все равно я их потом буду удалять. Но новые листья, которые наросли вот на новом месте, видите, они все зеленые, без желтой каемочки. Это значит, что огурцу всего хватает здесь. Он чувствует себя прекрасно. Помните, за мной рыжая кошка ходила, все. Теперь вот это, пришел откуда-то котенок, неизвестно. Проснулись утром, он сидит на веранде. Что значит, уже вторая кошка к нам чужая пришла, в дом и живут, и одна черная, одна вот эта маленькая. Очень интересно. Теперь еще одна кошка преследует меня во время видеосъемок. И вот, хорошо, что я не стала подкармливать, ничего не вмешиваться. Он сам выправился. Видите, листья такие зелененькие, хорошенькие, такого цвета. Но, опять же, вот я сейчас вам покажу. Смотрите, лист недостаточно зеленый. Он немного как бы с желта. И опять я ничего не буду делать, не буду подкармливать. Почему? Потому что у нас стоит прохладная погода. Так как лист у нас индикатор вот этого растения, огурца, то, возможно, когда установится стабильная теплая погода, может быть сейчас некомфортная для него температура, и вот он так реагирует. Вообще, если при хорошей теплой температуре вот такой цвет, светлый, желтый, то нужна ему азотная подкормка. Вот огурца невозможно перекормить. Тут возможно и травяные вот эти брашки поливать ему, и настой коровика, и птичий помет, и подкладывать перегной, и просто азотосодержащие удобрения, и комплексные, и разные. Но сейчас я делать ничего не буду, потому что опять нужно ждать. Нужно ждать, когда установится хорошее тепло, и если вот при всех благоприятных факторах, которые я им создаю, будут желтый лист, значит нужна будет подкормка. А вот это вот исчезло, видите, вот эта желтая каемка, возможно, в стакане, в рассадочном не хватало ему калия, а так как я при посадке, я уже показывала, я добавила сюда золу, добавила рыбную муку, все это я сдобрила, все перемешала, удобрила, и, вероятно, вот такой состав ему понравился, вот эти желтые штрихи исчезли, и новые листья, которые нарастают, они прям такие зеленые, красивые, без всяких, там, без пятен, без каемочек. И вот, что я хочу сказать, самая главная моя мысль, что состояние своего огурца, здоров он или нет, всегда можно узнать по листьям. Если лист не корявый, не корежит его, он не сгибается ни вверх, ни вниз, ни корыцем не делает, не делается ни трубочкой, ни каемок нет, ничего, значит, огурец ваш здоров, значит, всего ему хватает. Но вот у меня сейчас светло-желтые листья, повторюсь, возможно, не хватает азота, а возможно, это он так реагирует на холодную погоду, потому что сегодня ночью было 3 градуса, теплица неотапливаемая, сегодня будет ноль, возможно, сегодня придется их прикрывать. Все, вот это несколько слов про огурцы, что я хочу вам донести? Ждите, если у вас какие-то есть дефекты до высадки на постоянное место в стакане, возможно, это нехватка питания, нехватка грунта, все это может выправиться после того, как вы высадите их. И если даже вы высадили, но погода плохая, и, например, холодно ему, или еще что-то, у него лист такой не очень, как бы вам хотелось, но не нравится внешний вид, подождите наступление благоприятных таких, ну как, чтобы было и тепло, и достаточно солнца. Если после этого только будут листья не такие, как нужно, не большие, не зеленые, тогда только можно задумываться о подкормках. Все, до свидания. Найденыш, пошли домой. Пойдем домой. Пойдем домой.